Куча свиных шкур появилась здесь примерно неделю назад. Уже чувствуется специфический запах. Как говорят местные жители, эта куча была значительно больше. Часть шкур забрали волонтеры для питомников, для животных, а часть растащили местные бродячие собаки. Свалку обнаружили местные собаководы во время прогулки. Это было несколько дней назад. Тогда куча была значительно больше. Часть растащили животные по территории хоры. Откуда взялись биоотходы, местные жители могут только догадываться. Впрочем, предположения есть. Рассказывают, что мусор сюда привозят часто. В основном по ночам. Под покровом ночи, потому что днем мы гуляем часто и в обеденное время, и вечером до захода солнца. И я не видел тут машины. Я обязательно, конечно, записал бы. Впрочем, определить, откуда шкуры, несложно. На каждой имеется клеймо, видимо, бывших владельцев свиней. Природоохранная прокуратура уже взяла дело под свой контроль. Ветеринары исследуют отходы на наличие в них возможных болезнетворных бактерий и вирусов. По поручению прокуратуры, специалистами управления ветеринарии города проведено обследование местной несанкционированной свалки. Специалистами государственного бюджетного учреждения «Сервитцентр» выполнен отбор проб для исследования на африканскую чуму свиней. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Останки животных появляются здесь не впервые. В прошлый раз нарушители быстро нашли и оштрафовали. В администрации Балаклавского района говорят, давно бы сами все убрали, но у них нет на это полномочий. Этим занимается департамент городского хозяйства Севастополя. Почему департамент? Потому что у них в Подведе есть парки Северс, которые должны были отыграть конкурс с фирмами, которые занимаются ликвидацией биологических отходов. Это примерно то же самое. Собаку сбили, кошку, дельфин плавает, как у нас было. Вот эта фирма должна заниматься этой утилизацией, потому что никто не может по закону. Самое печальное, что свалка устроена не где-то на пустыре, а на хоре древнего Херсонеса. Здесь еще в прошлом веке раскопали строения, относящиеся к античному периоду. Стихийная свалка находится буквально в 30 метрах от памятника древней архитектуры, которому более 2000 лет. Мы направили запрос в департамент городского хозяйства, чтобы выяснить, кто должен заниматься уборкой как биологических отходов, так и строительного мусора на этом участке. Если хозяин, ответственный за эту территорию, не найдется, то город может потерять часть своей истории. Алексей Дмитриев, Михаил Волобоев. Новости Севастополя.